Здравствуйте, это программа «Тема дня» в студии Дмитрий Нечаев. Ну что ж, началась неделя самоизоляции всей нашей страны. И сегодня мы поговорим о том, как самоизолироваться так, чтобы не навредить себе, не навредить окружающим, а вообще-то даже излечь из этого пользу. Мы поговорим о том, чем себя занять, особенно это будет касаться детей, поговорим о том, как пережить это людям одиноким, у которых нет близких рядом, поговорим о том, какие основные идеи сейчас есть для этой вынужденной, очень важной меры, которая рекомендована нам всем в масштабах всей нашей страны. Для начала я приведу данные о том, как сейчас развивается ситуация с пандемией коронавируса в мире. На данный момент от нее уже пострадали 723 740 человек в мире, 152 042 человека выздоровели, и, к сожалению, чуть больше 34 тысяч людей от этой инфекции погибли. В нашем регионе по-прежнему ситуация стабильна, всего 3 человека, 2 человека выздоровели, но некоторое количество людей находится под наблюдением. Итак, сегодня мы поговорим о том, как пережить вот эти дни самоизоляции, о том, чем заняться, о том, как не впасть в депрессию, о том, как сделать так, чтобы после этой самоизоляции вы вышли еще более подготовленными, защищенными и уже приступили к исполнению своих рабочих обязанностей. Сегодня на студии эксперты Лариса Анатольевна Масалыгина, уполномоченная по правам ребенка в Тверском регионе, Екатерина Викторовна Молчанова, ответственная секретарь Национальной родительской ассоциации в Тверском регионе, а также многодетная мама, лауреат конкурса «Лучшая многодетная семья России» в 2019 году. И Елена Вячеславовна Шуметкова, гештальт-психолог. Добрый день. Ну что ж, давайте начнем, как договаривались о том, что началась вот эта неделя самоизоляции. Многие сейчас проводят время дома, кто-то уехал на дачу, но так или иначе максимально ограничили свое, ну так сказать, публичное общение с теми, с кем привыкли общаться. В основном это с коллегами по работе, в основном это были люди, с которыми мы проводим основную часть жизни. Даже такой сейчас появился анекдот о том, что, говорит, шел третий день самоизоляции, пообщался с женой. Прикольная, оказывается, женщина. Вот многие для себя начинают открывать своих домашних, близких. Ну, давайте, может быть, начнем как раз с вас, Елена Вячеславовна. Что бы вы посоветовали людям, как вот проводить это время так, чтобы, ну, с одной стороны, это большой стресс, в том числе для детей, да? А с другой стороны, как сделать так, чтобы минимизировать вот эти от него негативные последствия, чем себя занять? Ну, традиционно всегда мы можем заниматься уборкой дома, на что не хватает никогда времени. Но это женщины, но и, в принципе, мужчины тоже в это включены. Действительно, пообщаться всем вместе, всей семьей, но желательно тут не переусердствовать, потому что, может быть, сейчас чрезмерное общение, которое придет к тому, что мы все будем не готовы к тому, что так много общаться. Все-таки в привычном мире мы общаемся достаточно мало друг с другом. Также это время, когда можно почитать какие-то книги, которые давно лежали на полке и хотелось их почитать. У меня точно три штуки такие есть, которые там отложены. Это такой лонгрид, да, называется такое, длинное чтение. Да, да, и прекрасное абсолютно время для этого. Позаниматься творчеством домашним, какие-то дела поделать такие интересные для себя. И, в общем-то, по большому счету, вообще встретиться с собой в нашей скоростной жизни. Мы редко встречаемся сами с собой и вообще хоть как-то замечаем то, что происходит внутри нас, психологически, что с нами происходит. И это такое тоже время для, ну, какое-то такого изучения, в каком состоянии я сегодня. Потому что на сегодняшний момент, мне кажется, напряжение немножко устаканилось, пошла фаза адаптации на выравнивание немножко состояния психологического. И его точно можно использовать для того, чтобы что-то сделать для себя интересное, полезное. Для этого точно появилось время. Дело в том, что оно появилось для тех людей, которые могут свой порядок жизни, порядок дня спланировать. А как быть, Лариса Анатольевна, с детьми, с теми, которые, ну, может быть, маленькие дети, которые еще пока не могут себе запланировать? Вообще, мы-то впервые все очутились в такой ситуации, а для детей это тем более стресс. Нужно ли как-то их изолировать, может быть, дозировать эту информацию о том, что происходит сейчас, делать вид, что все хорошо, все нормально? Или лучше говорить все как есть и просто планировать их день? Во-первых, зависит это от возраста. Во-вторых, зависит от такой, так сказать, внутренней атмосферы семьи, насколько доверительны отношения внутри семьи между разными поколениями в том числе. Потому что, да, не секрет, что существует у нас много поколенческие семьи. Здесь бабушки, дедушки, даже бравабушки, прадедушки, там молодые люди, и внуки, и правнуки все в одном мире существуют. Понятно, что у старшего поколения там больше интереса вызывает приковы. Они буквально к экранам телевизора отслеживают буквально каждого, каждого, каждую цифру заболевшего. И, соответственно, придают этому гиперзначение, готовы об этом говорить постоянно. Это неправильно? Ну, конечно, это неправильно. Тут надо все-таки быть разумным человеком и всегда подходить к таким вещам очень разумно, не нагнетая в себе, прежде всего, вот эту вот какую-то внутреннюю неуверенность и не создавать основу для той самой депрессии, которая в условиях изоляции, в общем-то, расцветет буйным цветом. Поэтому, что касается детей, они очень вполне адаптивны в этом отношении. Их психика быстро переваривает даже самые негативные моменты и вполне устойчива к этим негативным моментам. То есть главное вовремя переключить, главное что-то подсказать, на что обратить внимание. Там какие-то там интересные вещи, игрушки новые, книжки, посмотреть сериалы, которые давно не смотрели все вместе, там какое-то хорошее доброе кино, поиграть в настольные игры. Это огромное количество вообще занятий, которые родители в обычной жизни когда-то откладывают себе на потом. Когда вот будет время, тогда мы с тобой поиграем. Вот оно, это время пришло. Пожалуйста, уважаемые родители, пользуйтесь им именно во благо общей задачи, цели семьи, тем, чтобы сидеть дома с пользой и в том числе с пользой для ребенка. Поменьше, конечно, мне кажется, имеет смысл обращать внимание именно на информационный шум, который вокруг, его невозможно изолировать, но тем не менее, все-таки не делать его основой существования в течение этой недели. Отпустите телефон из рук, выключите телевизор, ограничите вот этот доступ, эту информацию. Достаточно один раз в сутки, два раза в сутки посмотреть какие-то новости актуальные. Все остальное время посвятите и себе, и своим детям, своим близким, родственникам, тем, кому, собственно говоря, сейчас важнее это время уделить. Не надо, опять же, гиперболизировать вот эту значимость, этой информации для конкретно вашей семьи. Вот она для вас, она ничтожно значима. Поэтому для вас приоритет – это здоровье, благополучие, умение интересно использовать, провести время. И вот на выходе должно быть именно вот такой результат. То есть хорошая, благополучная неделя, которая, может быть, даже у многих останется в памяти, как наибольшее такое событие в семейной жизни в течение этого года, а не то, что там за пределами стен дома или квартиры вообще-то происходит. Давайте поинтересуемся у нашей аудитории, как вы планируете провести вот эту неделю, это время самоизоляции, что вы посоветуете, какие у вас были желания, которые вы давно хотели реализовать, что вы задумали, что-то хотели сделать, кто-то может уборку сделать генеральную, кто-то может какую-то книгу интересную прочитать, что вы давно хотели сделать, и вот сейчас как раз вы это реализуете. Поделитесь, пожалуйста, этой информацией, может быть, какими-то вашими советами. Телефон прямого эфира – 300-190. 300-190. Звоните, задавайте свои вопросы. У нас сегодня в студии и психологи, и представители. Хотел, кстати, вам, как многодетной матери, задать вопрос по поводу… Вот сейчас совершенно верно сказала Лариса Анатольевна о том, что многое зависит от возраста детей. Перед эфиром мы немножко пообщались. У вас дети самого разного возраста. И младшего, совсем еще детсадовского, и средней школы, и старшие школьники есть. Вот скажите, как вы подошли к вот этому режиму самоизоляции, как дети ваши на это настроились? Ну, разговаривали с ними, сказали, что вот сейчас она дистанционная переходит, сейчас пока в школе не будем, и решили, что нужно, во-первых, составить расписание. Это очень правильно, мне кажется. Да, с чем мы будем заниматься. Теперь я считаю, что это вообще как добрый совет. Маме не надо изолироваться на кухне и готовить многодетную маме огромными кастрюлями, а дети пусть как-нибудь сами там. Нет. Мы это будем делать вместе. Теперь они будут помогать чистить картошку, морковку. Да, мы сначала приготовим покушать, потом все вместе займемся. У нас в планах несколько фильмов посмотреть. Давайте об остальных мы расскажем в ваших занятиях буквально через минутку. Прервемся на рекламу. Самое главное – дальше. И снова добрый день. У нас в студии сегодня мы обсуждаем вопрос, как пережить самоизоляцию, как избежать депривации. И сейчас у нас, мне подсказывают, есть телефонный звонок. Давайте послушаем нашу аудиторию. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы хотели задать вопрос. Сейчас вроде вот эта эпидемия очень сильно идет. Да. И смысл того, что хоть предохраняться чем-то мы должны или нет. У нас даже простых масок нету в Оржеве. Простых масок нигде, ни в одной аптеке. Ну, понятен ваш вопрос. Это как-то интересно можно. Понятно. А вот средства вот эти против, знаете, дезинфицирующие тоже нету. Спрашиваешь, нет ничего, оказывается. Что это у нас творится-то? Понятно. Ну, у нас сейчас немножко другая тема программы. Я вам могу только сказать по поводу масок. Мы немножко больше информации располагаем, видимо, чем вы. Мы знаем, что сейчас многие предприятия в регионе переориентированы на выпуск этой продукции. И, как нам обещают, что понятно, что никто не ожидал, хотя, конечно, наверное, могли бы чуть-чуть и пораньше это начать. Никто не ожидал этой пандемии. Еще там три месяца назад казалось, что это где-то далеко, там, за три-девять земель от нас творится. А теперь мы видим, какое стремительное распространение идет. И сейчас ряд предприятий в регионе, в том числе нашим, переведены на выпуск этой продукции. Но, в основном, она сейчас пока идет для того, чтобы создать резервы в медицинских учреждениях. Так что я надеюсь, что в обозримом будущем эти маски появятся. Но я вам еще раз хочу сказать всем, что самое главное – это все-таки самоизоляция. Все-таки маски – это не панацея. И если вы придете в какое-то помещение, где будет очень высокая концентрация вируса, то эти маски не помогут. А поможет то, что вы будете просто не придете в это помещение. Вы будете находиться у себя дома или в малолюдных местах. То есть избегайте контактов с большим количеством людей. Это самое главное сейчас спасение. Мы остановились на том, что Екатерина Викторовна нам стала рассказывать, вот как раз по теме нашей программы, о том, чем планируют заняться ваши дети, ребята совершенно разного возраста, дошкольного, школьного. Основные какие занятия на вот эту вот неделю? Ну вот я уже рассказала, что готовить, убираться будем вместе. И у нас в планах кое-какие книги тоже вместе почитать. Потому что давно лежат. Дети любят совместное чтение. И по очереди, и когда мама читает, тоже это им интересно. Вообще я хочу сказать, что дети любят время проводить вместе. То есть не каждая отдельно. Конечно, им нужно уделять какой-то период часов на индивидуальные какие-то занятия. Они же любят заниматься творчеством. Или если есть там спортсмены, какие-то упражнения. Но нужно поддерживать это обязательно. Детям даже можно вместе какие-то утренние гимнастики проводить. Или днем какие-то тренировочки. Если это позволяет, дома есть возможность. Потом мы еще запланировали попробую за эту неделю поучаствовать. У меня дети вообще любят участвовать в конкурсах. Онлайн-конкурсов у нас очень много. И всероссийского масштаба. Вот каждый ребенок уже для себя определил, где он будет. То есть вот это тоже на это уйдет. Вот, да, на это уйдет время и подготовка. И при этом нужно, конечно, детям помочь в том плане, что у них сейчас будет больше доступа в интернете. Нужно беречь их сознание. То есть помогать им как-то и научиться пользоваться интернетом. И больше с ними общаться. Спрашивать у них, что их интересует. Какие, может быть, у них проблемы. То есть это все на пользу. Вот это вот сейчас карантин нынешний. Я думаю, это нам на пользу пойдет. Мы будем больше общаться с детьми. Вот. Потом я считаю, что нужно для активных игр, особенно для маленьких, выделить время. Потому что это для них очень важно. Если кого-то есть возможность, может, возле дома там, если это загородный дом какой-то. Так, конечно, ну вот попробовать обеспечить полностью детям и активные как бы. А еще нужно обязательно следить за питанием, чтобы не забывали они там вовремя покушать. Совместные обеды, ужины. Это тоже все на пользу и для семьи. Какое-то общение. Вот вы знаете, вы, я не знаю, сознательно или это вы так интуитивно к этому подошли, но фактически, вот мы когда анализировали вот эту ситуацию, чем заняться, основные советы собирали, чем заняться на период самоизоляции и на период каникул удлиненных. Да, и практически вы прошли по всем пунктам. Вот один из советов, может быть, не затронули, это есть одно предложение, прокачать свои бьюти-навыки, то есть, ну, освоить какой-то макияж, ну, в основном для женщин. Может быть, там какое-то то, что у вас залежалось давно там в косметичке, какие-то, то, чем вы не пользовались. Может быть, попробовать вот это освоить навыки, придать новый имидж там. Ну, я представляю, если вся ваша вот эта орда навалится на маму и будет ей новый имидж придавать, только успевая фиксировать. Еще один совет, это то, о чем вы коснулись, что навести уборку, помыть окна, вот, например, рекомендовали вот это время, чтобы, когда все это схлынет, уже неискаженная реальность была через стекло. Заняться гардеробом, отсортировать вещи, тоже такой совет неплохой. Разобрать аптечку, думаю, что у многих достаточно большая, и всегда мы, когда лезем туда, видим, что там половина лекарств уже давно просроченная. Попробовать медитацию, это, видимо, может быть, условно к спорту отнести медитативные навыки, что они какие-то расслабляют. Но это, опять же, надо так для тех, кто это может себе позволить, для тех, кто, в общем, немножко в этом разбирается, интересуется. Посмотреть запись хорошего концерта или спектакля. В этом, кстати, наш канал может вам помочь, потому что все эти дни мы будем повторять самые лучшие концерты, которые у нас в киноконцертном зале проходят. Отоспаться, тоже вот такое, для тех, кто очень, может быть, перетрудился, у кого там, может быть, накопилась усталость, тоже один из вариантов, кто, может быть, не смог себе позволить в отпуск уехать, куда в силу определенных причин. Ну и, наконец, самый главный совет, это живите мирно было, вот что сказано. Мы знаем о том, что, вот я сейчас больше к Елене Вячеславу не обращаюсь, может, вы здесь дадите какие-то рекомендации. Дело в том, что и длительная изоляция порождает у людей, ну, какую-то депрессию порождает, даже на физическом ухудшает физическое состояние. Было очень много проведено на эту тему исследований, и когда человека, значит, оставляют, убирают у него тактильные ощущения, надели ему перчатки, вот это много раз это проводили, да, оставляют в темном помещении, вот это через два часа уже начинает крыша ехать. То есть, реально у людей начинают появляться галлюцинации, какие-то вспышки, голоса и так далее. Ну, у всех разное, конечно, психическое состояние, у всех разная подготовка, но уже через два часа у среднестатистического человека начинают происходить какие-то изменения психические, да. Поэтому и длительная изоляция порождает негативные последствия для психики, для физического состояния. Кстати говоря, когда длительная изоляция, то и резкая восприимчивость к инфекциям повышается. Вот еще такой момент. И в то же время длительное нахождение, вынужденное в одной компании разных людей, даже близких людей, тоже может привести к негативным побочным эффектам. Что вы здесь посоветуете? Где найти золотую середину? Можно я скажу? Да, конечно. Я хочу сказать, что в связи с нашим образом жизни, а мы сейчас очень активны, да, и дети наши, у них и школы, и тренировки, по-моему, даже будет очень полезно им подольше поваляться в кровати, встать попозже, что-то не сделать, то есть немножко полениться. Это будет им даже на пользу, если они отдохнут от бешеного ритма, к которому они привыкают. И я думаю, что вот эта смена, это только плюс. Илья Ильич, как вы считаете, это потом не закрепится? Да, я бы тут поспорила, потому что чисто психофизиологически все-таки важно сохранять режимы. Режим у нас дисциплинирует и не дает нам ощущения того, что, в общем-то, контроль полностью потеря в таких ситуациях, контролировать все-таки что-то надо. И ложиться спать примерно в то время, в которое ребенок привык, это очень важно и полезно для него. И вставать, как бы не хотелось, мне тоже как маме не очень хочется будить их и хочется этим поспать, но все-таки должно быть какое-то режимное сознание. И у детей тоже, чтобы они не чувствовали, что что-то не так. Особенно для маленьких деток для них крайне вредно нарушение режима, потому что это стресс-фактор для ребенка. И привычный образ жизни для них будет хорош, потому что важно вовремя кушать, важно вовремя ложиться, спать. Но меня откликнулось то, о чем вы сказали, про тактильную депривацию. Это характерно для людей, которые живут одни, и если у них нет животных, они сильно попадают в тактильную депривацию. Тем более сейчас контакты минимизированы лично, если человек сидит на карантине, все его общение может составлять только онлайн-общение. Это в лучшем случае. Желательно все-таки, чтобы человек пожилого возраста освоил онлайн-общение, чтобы он мог быть на связи с внуками, с своими детьми, старшими. А давайте нашу аудиторию поясним, депривацию, в дефинициях разберем, что это за термин, что это означает. Лишение привычного контакта, то есть нету контактирования, которое было привычно. Я здесь имею в виду этот термин, что лишение контакта привычного. Когда у меня нету встречи постоянной с людьми, там я не могу обняться, не могу встретиться с кем-то лично, не могу потрогать кого-то, например. И плюс к этому мое контактирование с миром тоже становится достаточно маленьким, потому что если я сижу дома, я вижу только квартиру. И уже много всевозможных мемов в соцсетях о том, что там иду в ресторан, это кухня, прогуляюсь по бульвару, это коридор, пойду в спа-зону, это ванна. Действительно, вот это вот изолирование наше, оно достаточно сложно выдерживается, потому что мы привыкли активно жить. Много чего делать, много где бывать. И быть постоянно насыщенным эмоциями, впечатлениями дома это очень сложно. Конечно, онлайн-курсы, трансляции, все это помогает насыщаться, но не настолько. И вот депривация от того, что запахи, даже запахи мы, к сожалению, будем чувствовать только привычные. Новых не будет, и это тоже будет бить по нам, собственно. И будет грусть от этого возникать, и ощущение, что что-то в моей жизни не так происходит. И снижение настроения, в общем-то, оно как бы характерно в этом месте. Поэтому, конечно, максимально надо сохранить привычный образ жизни, насколько это возможно, без выхода на улицу, хотя бы как режим, хотя бы как привычное питание, хотя бы как привычное взаимодействие. И про тактильность, вот то, что то, к чему, да, вела все. Если нет у вас животных, которых вы можете гладить, кошки вряд ли нас, конечно, будут любить после карантина, там, да, мы их нагладим их. Или будут лысыми. Да, вот, но трогать тогда мягкие вещи какие-то, теплые, приятные, закутываться в плед, пить горячий, вкусный, там, кофе, какао, чай, кто что любит, желательно с большим количеством специй и ароматов, если нет на это аллергии, потому что это будет добавлять вкусовые ощущения, обонятельные ощущения, и как-то разнообразить немножко вот эту часть. Потому что зрительно и через восприятие мы наполнимся, да, но важно, чтобы были еще там ощущения наши разные. Мария Анатольевна, я вот хотел, спасибо за эти советы, хотел вам задать вопрос. Мы знаем, что сейчас объявлены у нас достаточно длинные каникулы с 23 марта по 12 апреля. Но на этих каникулах планируется их использовать в том числе и для обучения. Я, кстати, не знаю, как чью вы сторону здесь поддержали, вот в этом споре, что лучше ребенку все-таки соблюдать режим на период этих каникул, или ему дать возможность расслабиться, ваша позиция какая? Все очень индивидуально, потому что давайте вспомним то, что у нас вообще на самом деле порядка 11 тысяч детей и школьников учатся во вторую смену, поэтому режим у них очень своеобразный. Понятно, что их никто не контролирует, чтобы они наставали там в 7 утра, потому что им к 8 в школу, понятно, что они встают в 9, в 10, когда им удобно. Поэтому здесь мало что изменится, по крайней мере для этой части школьников. Что касается каникул, каникулы у нас официально не были продлены до 12 числа, то есть это было дано на откуп региона в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации, которая у нас, к счастью, спокойная. Поэтому каникулы у нас должны были закончиться 1 апреля, но в связи с продлением, сведением вот этой выходной недели, они у нас продлены до 6 апреля. 6 апреля дети переходят на дистанционное образование, то есть те, которые имеют возможность получить в электронном виде, будут через дневник.ру получать задания, либо по каким-то мессенджерам от классных руководителей, преподавателей. Что касается тех, у кого затруднительный доступ к электронным каким-то устройствам, то тут будет вопрос решаться все индивидуально. То есть как будут взаимодействовать родители с педагогами. Сейчас как раз в течение прошлой недели будет проводиться такой мониторинг, будет собираться информация о том, кому необходима какая-то помощь именно в онлайн-дистанционном обучении. И уже будет потом процесс организован соответственно. Понятно, что мы живем в новую ситуацию, в тех условиях, в которых мы никогда раньше не жили. Понятно, что у нас будут наверняка, мы не сможем этого избежать, наверняка будут возникать вопросы и сложности с проведением этого дистанционного образования, технические сложности и моральные сложности. Потому что действительно это немножко другой формат взаимодействия, другая степень ответственности. Да вообще все другое. Мы живем сейчас, по сути, в совершенно других условиях, нежели там две недели назад, когда дети еще не уходили на каникулы. Но, тем не менее, попробовать это тоже стоит. Потому что, да, это новый формат. Детей тоже к этому можно мотивировать. Давай попробуем вот теперь так, посмотрим, как мы сможем с этим справиться. Это новый вызов, это некий рубеж, который тоже нужно принять. Вот, поэтому страшного в этом ничего нет. И с дисциплиной здесь тоже, я думаю, имеет смысл договариваться. Вот об этом мы еще подробнее поговорим. Сейчас давайте примем звонок. Слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Игорь. Вот у меня такой вопрос. Как не поссориться людям, находясь в самоизоляции? Слушайте, вопрос действительно актуальный. Когда-то, я помню, уже на излете советской эпохи делали электрички, достаточно на дальнее расстояние ходячие, где были кресла друг напротив друга. И люди сидели по три, по четыре часа, должны были смотреть друг на друга. И стали отмечать, что стало возрастать количество конфликтных ситуаций. То есть люди уже на втором часу друг друга, по-простому говоря, бесить начинали. И стали разворачивать, чтобы смотреть для друга в затылок. Но действительно, есть такой психологический момент, когда люди, даже у которых нет объективных причин друг с другом там как-то ругаться или там что-то конфликтовать, начинают вот, ну что называется, беситься. Вот с чем это связано? Действительно есть такой эфиром? Да, конечно, есть. Потому что мы не привыкли столько времени проводить вместе все. И это неизбежно, что будем сталкиваться с тем, что будет раздражение. И раздражение, это, конечно, лучше всего замечать в начале, когда чувствуете, что уже напряжение возрастает. Есть несколько хороших рекомендаций. Это находить себе разное пространство. Даже если вы живете в однокомнатной квартире, один ушел на кухню, другой ушел в комнату. Расходиться. Как только чувствуете, что напряжение возрастает, расходитесь. Это неизбежный процесс совместного пребывания. Даже самые влюбленные пары будут это чувствовать, потому что это будет перебор контактов, перебор общения слишком много. Также важно понимать в этот момент, что надо быть более терпимым, более толерантным другому человеку. Мы все не идеальны. У всех есть свои сложности и в характере, и в особенностях взаимоотношений. Также важно правило 10, иногда 20 или 30 раз посчитать внутри себя, прежде чем что-то сказать. Выдохнуть, продышаться и только поэтому вступать дальше в отношения с человеком, с которым ты чувствуешь, что напряжение есть. Но все-таки важно, я понимаю, что есть, конечно, и это правда есть, желание сблизиться в семье, и оно будет, это сближение. Но и давать время себе, побыть одному. Мы много проводим время в сегодняшней мере, когда мы одни бываем. И это важно тоже для нас оставлять, чтобы не было так, что мы все время вместе. Мы должны не забывать, что у нас еще и конфликты поколений неизбежны. Одно дело муж и жена, другое дело совершенно, что, например, внук и бабушка, когда тоже они неизбежно вынуждены взаимодействовать в совершенно другом режиме, постоянно, интенсивно. Понятно, что бабушка включает в себе все воспитательные функции, какие только в ней были. Понятно, что ребенку этот излишний контроль тоже совсем ни к чему. Сейчас он и так дома, что от него еще кто хочет. То есть здесь тоже возникают вопросы. И здесь еще возникает вопрос конфликта родителей-ребенок. Потому что родитель пользуется случаем, что он присутствует дома и видит, что ребенок не убрался в комнате, караул, носки бросил, не там караул, уроки сделал не так, не вовремя и вообще не так. Тем более, что мы им говорим о дистанционном обучении. То есть претензий возникнет очень много. И здесь у меня, прежде всего, к взрослым людям призыв. Все-таки вы в себе вот эти свои амбиции, такие императорские умерьте. Они сейчас вообще ни к чему. Мы сейчас все живем в одних условиях, условиях самоограничения. И вот эти вещи тоже нужно самоограничивать. Но не время сейчас предъявлять какие-то усиленные требования, претензии к тем людям, которые вокруг тебя присутствуют. Все-таки нужно понимать, что мы переживаем не очень простой период. И нужно его пережить как минимум без каких-то эмоционально серьезных потерь. Не нужно нагнетать там, где нагнетать не нужно. Ну не сделан он сейчас у тебя урок математики, он сделал через 15 минут. Вот от этого никому хуже не станет. Если он сейчас не убрался в своей комнате, он уберется через полчаса, когда закончит просмотр кинофильма. От этого тоже никто не умрет. Поэтому тут вопрос о графике и дисциплине. Нужно очень так гибко подходить, потому что та же самая дисциплина может стать источником конфликтов, которые сейчас не нужны. В общем-то, уполномоченный по правам ребенка и должен был это сказать в нашей программе. Я ждал этого момента. А теперь давайте перейдем к взаимодействию учеников и их преподавателей. Дело в том, что все попали в очень нелегкую, непростую ситуацию. Несмотря на то, что кто бы мог подумать, но впереди России всей оказался Минобор Якутии, который предложил дистанционное обучение по нескольким вариантам. Они предложили проводить его на наиболее востребованных платформах образовательных и предложили их российская электронная школа, онлайн-платформа учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, а также через АИС, сетевой город образования. То есть несколько вариантов, где можно получать эти образовательные услуги. Но при этом мы немножко в паузе пообщались, и Екатерина Викторовна говорит, что не просто и педагогам, и ученикам. Какие вот здесь есть нюансы, недостатки вот такой дистанционной формы преподавания, обучения? Ну, сейчас родители нуждаются, им очень тяжело, потому что многим приходится сейчас на удаленке работать. И просто нужна помощь со стороны школы и учителя, чтобы, знаете, как сказать, предотвратить само устранение школы от процесса. То есть, чтобы не получить, или, по крайней мере, преодолеть такое впечатление, что школа скинет онлайн-курсы, и все, и закроется. И как хотите, там плавайте, но вот это вы должны знать. Есть такое опасение. Да, есть такое опасение. Поэтому хочется поддержки, потому что мы понимаем, что профессиональная помощь учителей нужна. И потому что мы тоже участники этого процесса, мы тоже должны детям помогать, но, конечно, у нас меньше опыта, скажем так. Потом еще хочется, чтобы родителям учителя объясняли четкость формулировки, что такое дистанционное образование, что такое свободное посещение, самообразование и семейное образование. Потому что многие испугались и считали, что это будет самообразование. Нет, конечно, я думаю, что учителя разработают сейчас какой-то подход, будут через электронный дневник, я думаю, мы будем сотрудничать. Ну, просто в растерянной ситуации сейчас такое. А вот, Катерина Викторовна, я вот услышал, я сам, как в прошлом учителе, в общем-то понимаю, о чем идет речь. А вот вы, как родитель, сформулируете нам идеальную модель вот этого взаимодействия. Ну, так вот, лаконично. О чем идет речь? Как вы видите, как даже в идеале быть? Вы знаете, все семьи разные. У всех разная, как сказать, материальная база, да. В какой-то семье есть у каждого ребенка компьютер, да. А в многодетных семьях он один на всю семью. И я думаю, что, например, по скайпу, если там три ученика, четыре, не смогут они заниматься, да, вот, то есть нужно как-то выделять будет время. То есть проблем на самом деле много. И идеальной модели я вам точно не скажу сейчас. Вот, но хотелось бы, чтобы вот обратили внимание на то, что в каких-то семьях дети не смогут онлайн выходить. Ну, на это уже обратили внимание этим, как бы, озабоченной педагоге. Я вам даже могу сказать, что я сам тоже родитель подростка. И вот буквально несколько дней назад нас всех информировали. То есть как бы у нас запрашивали информацию, есть ли у нас компьютер, есть ли у нас возможность подключения к интернету и так далее. То есть идет, это изучается. Не так, что с бухты-барахты, типа, это ваши проблемы, мы там посылаем куда-то в интернет, а вы там это поймаете или нет. Нет, такого нет. То есть идет опрос, идут какие-то поиски решений и так далее. Другое дело, что все это очень непросто. Но никто, в общем-то, не мог подозревать, что такое случится. При этом говорят о том, что есть и плюсы вот такой системы дистанционного образования. Вот я вам сейчас про них скажу. Это вот мнение педагогов, ну, вот московских школ. По мнению директора одной из крупных московских школ, качество получаемых знаний не должно ухудшиться. Она говорит, что, во-первых, школьник не тратит время на дорогу, ему не нужно ехать куда-то, то есть это все экономится. Во-вторых, он высыпается, спокойно завтракает в домашней обстановке. Ну, вообще сама домашняя обстановка, как говорят, дома стены помогают. Хотя где-то и расхолаживает. Домашняя обстановка. И затем подключается к занятиям. Школа может их начинать не обязательно в 8.30, но и там, допустим, в 10 утра. То есть это вот о том, что, может быть, компьютер будет освобождаться, сначала с одним позанимаясь, потом с другим ребенком, может быть, вот это один из вариантов решения. Во-вторых, такое обучение предполагает индивидуальный подход. Платформа имеет чаты, и каждый ребенок может задать вопросы учителю. Хотя я думаю, что это и при реальном обучении очном тоже можно делать и нужно. В свою очередь, родители могут видеть, насколько ребенок включен в образовательный процесс. Вот как вы считаете, наверное, я не знаю, Елена Вячеславовна, вы подскажете, действительно здесь больше плюсов или минусов? Вот я здесь с стороны назвал, что ребенок находится дома. Это его расхолаживает или, наоборот, это ему придает уверенности? Облегчает процесс? Вот это сложно сказать, потому что дети в школу ходят не только за знаниями, но и за коммуникационным аспектом общения между собой, уметь выстраивать отношения со взрослыми в том числе. И это точно будет нарушаться. Поэтому здесь большой кусок развития ребенка в этом возрасте, он будет убираться. И здесь тоже большой минус, я считаю, что самый большой минус, потому что не только учеба важна здесь, но еще и взаимоотношения, и уметь построить эти отношения, чтобы ребенок не стеснялся спросить и все остальное. Возможно, для детей, у которых более низкая самооценка, и которые более настороженные дети, тревожные, для них будут плюсы в этом месте, потому что они будут более уверенно себя чувствовать. Но это то, как будет организован процесс, и вопрос тоже контроля родительского, как они это будут, не будет ли гиперконтроля, согласно в этом месте полностью, чтобы ребенку была возможность все-таки немножко расслабляться. На уроке у них есть возможность немного расслабиться. Учитель чуть-чуть отвел внимание, ребенок выдохнул в окно, начал думать еще что-то. То есть есть легкость такая, есть дифференциация. Здесь надо быть прикованным, быть к экрану. И это большой вопрос тоже с напряжением глазным, то есть как бы долго ли ребенок сможет все время смотреть и быть включенным интенсивно. С учетом того, что они и без обучения постоянно в экранах. Да, и я вот тут тоже как бы переживаю за это, тоже имея двух подростков, переживаю, как это все будет отразиться, как в дальнейшем на их состоянии, на самочувствии. Знаете, было бы хорошо, мне кажется, если бы у них было общение не через скайп, а если бы учитель записывал видеоуроки, которые длятся 10-15 минут. Вот тему объяснил, а остальное уже ребенок там сам мог. Вот это вот мне кажется... Домашние задания такие. Ну да, да, да. То есть объяснил тему 10-15 минут, им хватит. Они дольше, уже им тяжело будет. Они прослушали, посмотрели, через какое-то время сделали задание. Вот мне кажется, вот это вот вариант хороший был бы, чем именно садиться в определенное время. То есть они бы, например, в семье бы распределили, что сейчас я позанимаюсь, вы там идите пока своим чем-то позанимайтесь. Давайте еще раз спросим нашей аудитории, как вы считаете, чего больше плюсов или минусов вот в этой дистанционной системе обучения? Вынужденная ситуация, мы понимаем, что не идет речь о том, что мы переводим полностью наше образование на дистанционку. Это на время пандемии распространения коронавируса. Как вы считаете, чего больше плюсов или минусов? Ну и также ваши советы, чем вы планируете заняться, ваша семья вот в этот период вынужденной самоизоляции. Телефон нашего прямого эфира 300-190. Обсуждаем эту ситуацию. Вот еще есть такое мнение о том, что мы знакомы с этим феноменом самоизоляции по тем опытам, которые проводят ученые. Но жизнь, она диктует немножко другие условия. Дело в том, что все дети тоже разные. Есть экстраверты, есть интроверты. Есть дети, которые могут себя заставить усидчивые, так называемые дети, которые могут себя организовать свое рабочее время. Что вы скажете о том, кто должен, и тоже в зависимости от возраста, планировать время ребенка? И должен ли кто-то этим заниматься на время каникул? Вот прямо писать график ему. Утром встал, почистил зубы и так далее. Или ребенок с какого-то возраста должен начинать сам это уже делать? Это тоже очень индивидуальный вопрос, то, как ребенок привык. Часто я, допустим, сталкиваюсь с консультацией с родителями, в том, что дети живут без режима. Вообще без какого-либо режима. Как получилось, так получилось. Сейчас резко его выводить тоже будет не очень хорошо. Это для детей, которые уже немножко привыкли к режимным моментам. Но все-таки мне кажется, на период обучения важно режимность выводить более строго, что вот есть учебное время, оно будет ограничено специальным форматом. И в зависимости тоже от возраста ребенка, это уметь самоорганизацию или не уметь, ребенок тоже зависит от того, как его приучили. По идее, ребенок с 7-8-летнего возраста уже какая-то организация труда своя должна быть. То есть он должен уметь это сделать. С 10-летнего возраста уже умеет это, должен хорошо практиковать. Но, к сожалению, в наших реальностях инфантильного развития детей часто дети не несут, не умеют это делать. Я думаю, что в многодетных семьях там по-другому, у вас там больше организации. По-разному, тоже зависит от индивидуальности ребенка. Да, тоже зависит от индивидуальных особенностей. Но вообще, конечно, дети должны быть организованы сами. Как и чего? Потому что дети, я знаю, что тренеры, когда отпустили детей на каникулы, сказали делать там все-таки какие-то упражнения на тренировках, и они делают. Я думаю, что делают. У меня сын точно делает. Каждое утро он делает те занятия, которые ему сказали. Они самоорганизоваться могут, если хотят, если хорошая мотивация есть в этом. Важно, чтобы брекли тоже не сбивали их в этом. Ложится он там пресс качать, а пусть он ложится. Важно ему ноги поддержать, но поддержите его ему ноги, чтобы как-то быть тоже включенным в то, что его ритм жизни он все-таки остался. И было... Это уже неплохо, если он ложится пресс качать, с этим планшетом сидит или там айфоном. Ну, то есть, как бы могут, дети могут организоваться. Но, опять же, не все могут. Я хочу сказать, что на самом деле это шикарный момент для того, чтобы ребенок ощутил себя взрослым самостоятельным человеком. Оторваться от маминой организации, вот это вот то, что мама диктует, что у нас сейчас тренировка по графику, потом я тебя забираю, мы едем туда, 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 потом мы делаем уроки вдвоем, причем а то и втроем, а то и с семьей, да? И потом мы ложимся спать. То есть, родитель заранее предопределил ребенку весь режим дня. Ну, а зачем ему что-то планировать, когда за него все решил родитель? Поэтому сейчас родители имеют возможность вообще замечательным образом своему ребенку сказать, ну, все, ты теперь сам, давай-ка ты теперь сам организовывай. Напиши-ка мне свой режим дня там, да, что ты будешь делать в течение дня, как ты будешь себя чем занимать, чем организовать. Потому что у меня я не могу, у меня нас, мы не можем никуда поехать. У нас нет такой возможности теперь. Но все равно, Лариса Анатольевна, то, о чем вы говорите, это все равно предложение ему, ребенку, все-таки организовать как-то свое время, то есть его как-то упорядочить. Потому что я вот так подозреваю, что если я, например, своему ребенку просто так закрою глаза, тихо отойду в сторону, я думаю, что она как лежала на каникулах на ногу на диване с айфоном, так и будет дальше лежать. Нет, ну, конечно, организовывать свое время – это один аспект. Но не диктовать, как ему организовывать свое время – это совершенно другие вещи. Я понимаю, что вы говорите. То есть предложить ему все-таки самому как-то себя взять. Это просто требование, которое необходимо в наших сегодняшних, вот очень непростых, опять же, мы так можем сказать ребенку, уже взрослому, тем более подростку, что время непростое. И чтобы нам совсем тут не раскваситься, вот просто не растечься по дивану, давай-ка мы вот там сделаем так. У каждого из нас будет свой режим. Режим общий и режим индивидуальный. И вот синхронизируемся в рамках общего режима, а ты свой индивидуальный режим подстраиваешь, соответственно, тоже должен быть свой режим. По крайней мере, мы сейчас это пытаемся еще разобрать. А с другой стороны, все время психологи, сколько общались, говорят, что дети – это копия родителей, и вот то, что вы делаете, то так они себя будут вести. Но вот вы при этом сказали, что они совершенно разные. Как могут быть шесть человек, например, копии родителей? Кто-то флегматик, кто-то сангвиник, кто-то… Кто-то одну взял, кто-то другое. Вот они разные получились. Родители же тоже разные. Многогранные. Каждый человек многогранен, да, у него какие-то бывают в какой-то период жизни одни качества, да, там прослеживаются. Потом человек может измениться. Ну, в общем, на детей, на действия сам не плашает, да, все-таки становится вести так. Я тоже хотела сказать, все зависит от того, как мы себя все равно поведем. То есть, если мы будем лежать, они, по-моему, не зашевелятся все равно. У меня вот, например, есть ребенок, как раз тот, который не может сам организоваться. Он всегда глаза открывает и говорит, мам, какие у нас на сегодня планы? Он такой ведомый, да? Я ему, ну, в каких-то моментах, да, ему просто еще нужна пока поддержка моя. Я ему говорю, ну, ты сегодня должен вот это, то вместе мы должны вот это сделать. А есть ребенок, который, он, кстати, младше. Он встает, даже если мама еще спит, он встает, там спускается в свою комнату и начинает творить что-то, какие-то вещи, да. Он включает в себе компьютер, смотрит видеоуроки и потом выносит. Вот сейчас на этой неделе он сделал из картона пистолетик, который пульками, бумажными стреляет. Очень даже интересная вещь. Когда ребенок вот такой, ну, как мы считаем, инфантильный, ленивый, попросту говоря, хотя это разные немножко вещи, то это еще не факт, что из него вырастет какой-то бездарь. Вот есть знаменитый пример в литературе Тарас Шевченко, который убегал из школы, ложился в лопухи, в кукурузу и смотрел в небо. И его отец, он, видимо, был толерантный такой родитель. Он говорил, это будет либо великий бездельник, либо вырастет великий людын. И мы знаем, что из него вырос достаточно крупный писатель, да. Поэтому вот как это разглядеть, то есть как это дифференцировать, где лень, а где... Мы почему-то хотим любое бездействие сразу подписать под лень. На самом деле, может, ребенок как раз мечтает лежит о чем-то, да, о своих каких-то... Ну, как же я, надо сказать, ну, мечтай, мечтай, да. Нет, как раз-таки действительно это очень полезно. Это развивает фантазию, развивает мышление. Хочется надеяться, что это именно так. Нет, ну, безусловно, нам, к крайней мере, хочется больше контроля и включенности ребенка в жизнь. Но, по сути, действительно, это тоже полезный навык. Фантазировать, мечтать для детей тоже очень полезно. Это развивает творчество и креативность, и мышление развивает. Это, правда, полезно. Мы сами, взрослые, маленько отвыкли вообще лениться. И надо иногда нам тоже немножко лениться, чуть больше, для того, чтобы свое творчество развивать, а не все время быть включенным во что-то. Какое прекрасное предложение. Давай, позвольте вас поддержать. Давайте всю эту неделю пороленимся вместе. Слушай, ну, действительно, вот это... В каждой шутке есть доля шутки, потому что, действительно, многие просто опешили, когда на них вот это свалилось, вот это... Да, еще, кстати, многие кинулись в другую крайность. Вы знаете, что даже по федеральным каналам сказали, что буквально в пятницу начали стремительно пустить полки винных магазинов. Потому что, к сожалению, в нашем обществе есть такой момент, что многие считают, ну, если есть свободное время, значит, надо куда его потратить. Это только у нас вот здесь, вот в наших рекомендациях пишут, что многим советуют займитесь, например, не только гардероб перетряхните, но перетряхните свое резюме. Потому что кризис – это время, возможности. Подумайте, что, может быть, вы можете после кризиса уже не вернуться на свою любимую или там нелюбимую работу, что, может, вам придется искать другое. А может быть, время как раз у китайцев ждает, это иероглиф, что кризис – это, с одной стороны, проблема, с другой стороны, новые возможности. То есть, может быть, это как раз то время, когда вам стоит критично посмотреть на себя и что-то предпринять, а не только ждать, что ваши дети вырастут и станут очень эффективными какими-то, да, в каком-то плане реализуются. То есть, еще не поздно и вам что-то в этом плане предпринять. Ну, вот сейчас уже мы постепенно подходим к подведению итогов. Давайте все-таки как-то, может быть, это резюмируем. Что вы посоветуете семьям, вот как провести свой досуг вот в эту неделю? Хотя, на самом деле, это 9 дней практически, если учесть выходные. Основные рекомендации? Для семей лучше всего… В семье, где дети есть. Где есть дети, да, где дети, постарайтесь как можно больше общаться с детьми, но при этом не переусердствовать. Мы сегодня с вами там выясняли, да, и поговорили с коллегами там про то, что действительно и контроль чрезмерный большой, плохо там, и попустительство тоже плохо, то есть общение, но давать ребенку свободное время. Это важно, давать свободное время, где он может побыть один и не слишком сильно к нему приставать. Мы продолжим буквально через минутку, дадим основные вам рекомендации и советы. Итак, мы уже резюмируем в эфире программы «Тема дня» в студии Дмитрия Нечаев. Я напомню, что у нас в студии эксперты. Сегодня мы обсуждаем, как провести с пользой для себя и для своей семьи вот эту неделю вынужденной самоизоляции. У нас сегодня в студии Лариса Анатольевна Масалыгина, уполномоченная по правам ребенка в Тверском регионе. Екатерина Викторовна Молчанова, ответственная секретарь Национального родительской ассоциации в Тверском регионе «Многодетная мама» и, как я уже говорил, ряд конкурсов «Лучшая многодетная семья России» в 2019 году. И гештальт-психолог Елена Вячеславовна Шеметкова. Мы уже дали рекомендации о том, как провести время с семьей. Была уже рекомендация вначале дана, что «живите мирно», но, в общем-то, вот этого и касаются основные ваши посылы. Ну да, провести время вместе, детей включать как-то в совместную деятельность, ну и давать возможность детям тоже уединяться, побыть особенно подростком самим с собой немножко там до этого времени. Какие-то игры вместе, может быть, совместные поиграть, убраться, что-то поделать такое вместе. Ну и не воспринимать это как изоляцию, воспринимать как возможность побыть вместе. Это тоже важно, посмотреть на это по-другому. Потому что изоляция сам по себе негативный посыл несет, чтобы не быть напряженным. Чтобы это воспринимать не как некую стрессовую ситуацию, а воспринимать это как новую возможность, новый формат какой-то общения. Да, новый формат общения, новая встреча, то есть какие-то такие вещи. Ну и все-таки я как-то настаиваю на том, чтобы какую-то режимность все-таки придерживать обычной жизни, чтобы не было так, что встают в час, ложатся в два часа ночи, а потом будет тяжело войти в обычный ритм жизни. То есть все-таки поддерживать какой-то режимный момент все-таки присутствует. То есть для детей это должно быть, особенно для младшего возраста, школьного, это должно быть не какой-то стрессовый какой-то ужас-ужас, а какое-то как некое приключение. Вот мы с вами живем в такой новой реальности какой-то. Вот вы говорили, Екатерина Викторовна, что у ваших детей какой-то у них возрос запрос на образование. Расскажите, как они планируют провести эти выходные? Ну вот я говорю, что у меня дочь, она себе набрала онлайн-уроков бесплатно, причем на то, на что у него времени не хватало. То есть она взяла по фортепиано, английский язык, какие-то предметы, которые она отставала. Вот она набрала уроков, сидит, я слышу, как она занимается. А вообще я хочу дать совет, если мне позволите, мамам, родителям. Давайте зададим себе вопрос, как я лично могу помочь своей семье и каждому своему ребенку максимально безболезненно пройти вот этот непростой путь, непростой период, в котором мы сейчас оказались. То есть вот посмотреть и помочь каждому ребенку, каждому члену семьи. Лариса Анатольевна, какой бы Вы дали совет, в первую очередь, всем многодетным семьям нашего региона? Подойти к возможности побыть дома все вместе очень творчески, нестандартно, используя. Вот поддержу Екатерину Викторовну с тем, что, во-первых, можно заняться самообразованием. Тут каждому возможности. Вместе с детьми можно посмотреть каналы про историю, про географию, биологические какие-то науки посмотреть, подтянуть то, на что не хватало времени. Можно даже подойти, мы на необитаемом острове, там мы попали в такие условия, что вот мы тут вот такие заложники необитаемого острова, давайте мы тут распределим роли, кто тут капитан, кто у нас рыбак, рыбу ловит, кто добытчик, кто еду готовит, меняем обязанности. Это все зависит, конечно, от самих родителей, насколько у них будет желание скрасить вот этот наш быт. Не просто просидеть в четырех стенах, уткнувшись в каждый смартфон или экран телевизора и пугать друг друга, как вообще все рушится вокруг нас. Но нет, такого же нет на самом деле. Поэтому давайте мы эти каникулы просто будем использовать, внезапные такие каникулы просто будем использовать так, как вот нам сейчас это нужно. Полностью поддерживаю. Я хочу поблагодарить всех наших экспертов. Вы дали очень такие здравые, практически применимые совершенно советы. Советую всем прислушаться к ним, ну и поступать именно так. Я очень надеюсь, что у вас хватит вашей фантазии, вашего креатива. Сделать так, чтобы это время вам заполнилось. Это все пройдет, схлынет, чтобы через три-четыре месяца, даст Бог, все нормализуется. И чтобы вы это вспоминали, как время, когда вы открыли для себя какие-то новые увеличения, новые возможности, которые вам помогут в дальнейшей нормальной здоровой жизни. Берегите себя и своих окружающих. Всего доброго. Это была программа «Тема дня». До встречи в эфире.